Ребята, рекомендую вам подписаться на канал Калямба ТВ, на этом канале, ребят, выходит очень разнообразный контент, ну а самое главное, что видосы здесь выходят довольно-таки часто. Так что, если вы заинтересовались данным каналом и хотите на него подписаться, ссылочка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Сравнение пушечки ракетница, ну как и страйкер, да, как ее обозвали у нас разработчики, и сравнение двух других пушек, на которые они более-менее как бы похожи, это пушка гром и пушка шахт, ну потому что здесь опять же есть прицел, есть огромный урон, как у шафта, вот, и во-вторых здесь также присутствует такая фишка как у грома, это сплэш там, и также довольно-таки нехилый выстрел, смотрите, просто охереть, Виталька от меня уехала и даже у него не выстрел, вот. Кстати, со мной еще будет Виталик, поздравайся. Привет, ребята, привет. Поэтому тоже маленький, блин, прикинь, я не успею в тебя навестись, и ты мне прицел сбиваешь. Да, да, да. У-ю-ю-ю! Неплохо, да, неплохо. Вот, и поэтому, ребята, так у него М3, вот, оно, конечно, не качанное, потому что XT, вот, но у меня будет ракетница моя, М2, она как ракетница, страйкер, блин, вот, это как с вулканом, понимаешь? То есть, как вулкан мы привыкли пулеметом назвать, и потом только с какого-то времени начали его назвать действительно вулканом. Это просто пулемет, да пулемет. Вот так же и с этой пушкой у нас будет. Вот, короче, у меня будет М2, но, ребята, смотрите, у меня есть от него резистик, так что, я так думаю, будет довольно-таки справедливо у нас. Ну, а викинг у меня, соответственно, тоже М3, такой же, как у него, некачественный, соответственно, тоже. Так, и будем мы дуэлиться по 5 минут. Вот, у нас есть время, которое... Смотри, просто, изи, изи сбивать я прицелом, мазафака. Вот, и я, короче, просто, ребята, хочу увидеться, какая пушка действительно лучше нагибает. Конечно, я понимаю, что, может быть, я на этой пушке еще не очень сильно хорошо научился играть. Это тоже, да, я как бы в этом даже и не сомневаюсь. Но я уже как-то более-менее к ней приловчился, и что-то могу показать. Так, короче, смотри, Виталик, сейчас мы стартуем, и сразу же начинаем наше, так сказать, мочилово. Парадолфи, пошли. О, на последних секундах матч его успел. Ну, как вообще, 5 секунд и все осталось. Я не могу вот эти фишки придумать, это серьезно, это дебильная. Фишка, спродолжить, не спродолжить, я уже просто оставаться в катке и ни о чем не париться. А, то есть мы сейчас уже сразу, конечно, 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 Виталик и сразу. Так, Виталька, что-то вы жесткий, да, тип. Я смогу сплэшн-фер, фигарик, садись из стоколу, блин урона сплэшн-фер, я сейчас на чеки помру тут. О, нифига ты у нас писюняк, ой, хитрый. Уй, Юль? Тихо, да! Я, кстати, попал. Да, но я сейчас тебе 265 снес, а у меня около 600 где-то. То есть, ну вообще, копейки ты не снесешь. Нет, я тебя на самом деле там 300 срок снес. Юль? Я в тебя не попал, да? Нет. Нет? Нафиг прошел? Динь, да почему я в тебя не могу попасть? Это просто забей. Я серьезно, такой забей. Вот смотри, у него же вот эта вот одна ракета, которая вылетает, она по прямой траектории идет. Ну, это я знаю. Это да, я знаю, то, что она без наводки, без ничего идет. И то, что все остальное, это у нас более-менее как бы еще наводится вот эти пушки. Ну да, первый килл, в принципе, есть, но и было ожидаемо то, что гром завалит у нас аркетницу. Вот играем мы примерно с Виталькой на одинаковом уровне, так что тоже, эхильно не бомбите. У нас нет никаких ни профи, ничего. То есть, так более-менее все как бы у нас на высшем уровне. Сдэшкин играть? Да нет, нет, нет. Должно же все быть на ези. Я и так от тебя делал защиту целых 36%, так что думаю, будет все довольно-таки неплохо. Да, ты у меня ссунул, между прочим. У меня хп был на полный вообще. Ну, это сейчас тупо я тебя завалил за то, что у тебя не было аптечки. Была бы, мне кажется, аптечка, я бы тебе вообще ничего не сделал. Мы сейчас полностью высадим из наряд. Нет, давай, мы должны дуэлиться Виталькой. Чипона, мать. Дуэлиться должно мне высадить весь снаряд. Ну, прям назад им. Манифейсом пролетело. Да? Эх, давай, последний выстрел. Ну, блин. Я, если честно, сейчас думал тебя солью. У тебя вообще там, да, наверное, крополя остались? У меня остались, ну, как? Меньше треки. Меньше третий хп. Окей. Ну, все-таки с громом я еще предполагаю, что у них будут примерные такие, так сказать, показатели. Но, вот то, что у нас будет... Не, конечно, если ты выходишь на открытую местность, это все забей. Это тупо я навожусь, как шанс, получается, тебя выстреливаю, и это все. Это GG. Это моя чистая победа, и ничего ты уже с этим поделать точно уже не сможешь. Да, я попал только одной ракетой, и снял эти, знаешь, 240 хп. Да, то есть вообще минус. Нет, ты вот этот вот набор, ты можешь ее контролировать, то есть. Да, 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 да. Вот это как раз-таки и есть очень такая довольно-таки, ну, не знаю, непонятная пока мне система. Я пока, ребята, к этой системе чертовски не привык, так что я буду, если что, привыкать. Вы на меня сильно не бомбите, не переживайте. О, Виталька. О, не, блин, суть нормально. Я тебя за один выстрел по 400 с чем-то снимал. Ну, а третий снимает, если по ДД, около 800. О, я тебя за один выстрел, Виталька, ракетница выигрывает громад, ты что? Ну, ладно. Мне кажется, для такого не должно было быть, и не должен было случиться. По сути, вот если на такой местности, то да, мне очень сложно. О, у меня еще зарядка телефона вылезла, прям когда я записываю видосик. Тихо, тихо, тихо. Так, нормально, у меня, в принципе, еще есть... Тихо, тихо, тихо. Ах, ты сучара, а. Все-таки убежал. Вот это вот у нее время, когда она может себя зарядиться, а когда не может уже зарядиться, оно очень маленькое. Его однозначно нужно, ребята, увеличивать, как мне кажется. Тихо, твою мать, аптеки нету. Самый топовый выстрел ракетницы, что я только, ребята, видел. Это серьезно. Но здесь уже, да, это здесь уже GD. Блин, 4 на 2, Виталька. Я на самом деле не думал, что будут такие результаты у ракетницы. Я думал, гром просто ее отхерачит на пополненной программе. Вот, ребята, еще. Мы выбрали такие карты, больше благоприятные, как раз-таки, к пушке ракетницы. Потому что, опять же, это новая пушечка. Понятно, здесь гром будет, мне кажется, к этому моменту проигрывать. Ну, хотя, в принципе, если постараться, можно ракетницу развести прям по полной программе. Окей, давай нажмем продолжить. Ты переоденешься сейчас на шафта по бэрику, и мы сразу начнем. То есть, даже и останавливаться не будем. Сейчас ты будешь против меня, против шафта. Эй, мне же тоже надо надеть резистик, чтобы у меня был. Да, давай, здесь. Собственно, я же беру шафта. Где тут? Я, кстати, знаешь, что думаю? На шафте это будет мне проще играть, потому что шафт, как бы, имеет, ну, два вида выстрелов. Это прицельный. Да, 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 да. Вот это я, кстати, сейчас имел в виду. То, что... Да, вот, смотри, это так же получается, как у ракетницы. Но, у шафта есть очень прикольная фишка. Ему не нужно, так сказать, набирать свою вот эту злость, мощь, как раз-таки на цели. То есть, я же могу тут оставить где-нибудь, зацелиться от тебя, выцепить тебя здесь все. Да, вот и знаешь, еще в чем прикол, то, что тебе не нужно это, лучше-то свой наводить. То есть, ты палево не будешь наводить на себя. Ну, ты видишь, это уже просто охереть, как у вас. Ну, где-то примерно половину. Половину? Ты что вообще зафигня? Я должен был больше носить. А! Все понятно, это ирачина. Давай, добавим у меня по шарику. Я ждалить не жму. Че, Сол, ты что так мало, кстати, у тебя он ушел? Ну, потому что я же в защите. А что там? Там что, блин, 40 процентов, что ли? Нет, 36. Ты в плюс охерел? У тебя эти 40 процентов нет, 36. А зачем ты резисты напялил? Ну, так потому что у меня М2, ты понимаешь, М2, М2 вооружение, у тебя М3. Стрис-трис-трис. Сюрприз, мазафака! Ну, я тебе скажу, да, тут сейчас будет... Вот так вот. Куда, куда, куда? Ты затарился, да, от меня. Тихо. Сейчас, блядь, блядь. Пус, ёбь, пус. Сваливаю. 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 Сейчас, сушка сейчас будет меня М1-сити, вот в этой местности просто вообще бесконечное количество времени. Тихо. Окей. Значит будем в таком рандомном режиме Потому что что шафт, что ракетница У нас умеет Ой! Я уже сливаюсь второй раз из-за того, что Я просто минусуюсь Ну в принципе мне кажется Если бы так, даже в обычном таком режиме Мне кажется, Виталик меня бы вынес В любом случае, даже если бы я в минус Как бы не лег, потому что опять же На шафте можно нехило таки тариться Ой, 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 ой Вот видите Я в нем вроде как бы почти Но вроде еще как бы не почти Вот видите, видите, видите И все, как бы прицел сбит Все сбито и шафт здесь Намного круче выигрывает То есть если с Громом можно было еще как-то навестись То с этой пушечкой это сделать Ну практически нереально Именно шафтом я имею ввиду Вот единственное, что мне остается Это вот таким удовольствием с одиночными, так сказать Выстрелами с ракетами моего Что за фигня, что ты мне так много вносишь-то? Ну под еще чем-то What the fuck, а? Ты нормально вообще? Мне все оставить, да? Мне нормально Тихо-тихо И что такое грязьинка У меня О, 700 пошло Да что, ты не попадаешь, что у меня, блин, это Ракета рядом пролетает Не, я в тебя попадаю, братан Во, первый килл Наконец-таки первый килл уже есть Ну все равно, знаешь, два как бы на один Это такое сомнительное удовольствие Ну сейчас может быть и у нас что-нибудь изменится И опять же, все-таки затащит у нас та или иная пушечка вот так знаешь сколько эти снеска p65 нет нет пошел в задницу вот кстати меня на полигоне ой на полигоне на стадионе уже этой фишкой тролли довольно таки много раз то есть они прятались то есть вот этой фишки и прошаренные уже не то есть прячется они понимают что пушка ракетница она уже отсюда как бы не попадет и это немножечко меня сильно убивает если честно так ну иди сюда иди сюда засранец и таки ты от меня и будешь убегать смотрите просто шафт уехал от этой ракете она ему тоже вообще ничего не сделал нету может быть ребята опять же вы это можете написать я играю как рак но я ребята играю ну буквально я не знаю какой раз на этой пушке сегодня только первый день прикупил ну соответственно и можно и так понять что я как бы на ней не научусь играть но это в итоге то но и было как понятно то что шафта выиграл все таки ракетницы в итоге счет даже 11 можешь сказать то есть гром проиграл ракетницы шафт выиграл ракетницу ну такой все счет ладно короче ребята такой у нас видосик получился соответственно если он понравился обязательно ставьте лайки также подписывайтесь на канал но с вами был вайдер и виталька всем пока пока ребят